Приходите с другом. Её муж всё знает о нашем знакомстве на сайте. Камрус идти со мной отказался. И я пошёл на встречу приключениям. Один? Ну, не на войну же, да? Если будешь ночевать, то спи только на спине, посоветовал мне друг на прощание. Да. Я, значит, пришёл, и она встретила меня в холле гостиницы. И, боже мой, она была не хуже, чем красотка на фотографиях сайта знакомств. Знаете, это большое везение. И я такой стою, и... Пойдём, дочь уже спит. Мы поднялись к ней в гостиницу, номер, сели, сидим её в спальне, втроём. И общаемся, знаете, они оказались очень удивительными людьми. Такие интересные, образованные, умные, искренние. И я вот, честно, открывал для себя новый удивительный мир. Даша объясняет. Мы уже женаты 8 лет. И с самого-самого первого месяца нашего брака мы приглашаем в гости парней. Или девушек. Никто ни к чему не обязывает. Всё, добровольник, интрига сохраняется до конца. И тут мышь сходу. Сине-голубые дела. Сине-голубые дела. Простите, не приемлю. Ну, естественно, гей, фу, фу, да, ещё друг с другом, да, ага, ещё на всякий случай. Мы, наш образ жизни, это единственный, единственный способ сохранить семью в этом современном мире. И мы встречаемся с людьми ради укрепления наших отношений. А я думаю, о, это, пожалуйста, семью я вам укреплю, да, опыт в укреплении, так скажем. Значит, мы начали игру. Правда, расплата. Или же ты отвечаешь на самый откровенный вопрос, очень честно и открыто, или же выбираешь расплату. Мы открывали всё больше и больше. Девушка, которая мне нравилась, всё больше и больше, она говорит, знаешь, а шахматистов у меня ещё не было. Поэтому я тебя решил позвать. Ну, конечно, шахматисты, это же отдельный пласт сексуальных партнёров, да, знаете, знаете, как шахматист занимается сексом? Он предвидит все действия партнёра на несколько шагов вперёд. Лицо полностью сконцентрировано. Е2, Е4, Е2, Е4. Ну, в лучшем случае, Е2, Е2, да? Ну, и Даша, значит, говорит твоё оказание искупательное. Уху, пипец, наказание, да? И мы пошли, значит, в ванну, пошли в ванну, и от нахлынувшего на меня чувства нежности мне чуть не оторвало голову. Но это же всего лишь игра, и я играл свою роль при помощи мягкой мочалки под струями тёплой воды. И тут проснулась её дочка, да? Всё, финита она комедия, до свидания, ничего не получилось одно. Я, значит, стал цепляться, иду, и тут бац, её муж возник, да, из ниоткуда. Ты куда? Ну, а я, что, недостаточно сильно укрепил семью. Нет, сейчас Даша успокоит дочь, вернётся, и мы сделаем ей массаж. Я думаю, а, ну, хорошо, хорошо. Значит, сели, сидим на диване, два мужика, голые. И тут в комнату заходит Даша, полностью обнажённая. Муж говорит, садись, красавица. Мужики уже заждались. Она в прикроватом свете, лампа была великолепна. Счастье до предела заполнило сердце. 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 Счастье до заполнило сердце. Счастье до предела заполнило сердце. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Играешь? Кажется, я хочу рискнуть Я шахматистка Я люблю поиграть в сети Блиц Тут нельзя думать Нельзя просчитывать все варианты Партия быстротечна Длится 5-6 минут И все Начинаешь новую игру Или не начинаешь Болтаешь, пишешь всякие глупости в чате На аватарке можно выставить чужие полуголые сиськи И дразнить шахматистов мужчин Игра в интернете дает прелести Запрещенные строгими правилами обычных турниров Среди моих друзей много профессионалов Иногда они мне помогают В этот вечер я играла по-крупному И чтобы как-то удержать эмоции под контролем Потягивала прохладное белое вино Мой соперник под ником Брэд Известный бразильский гроссмейстер Фанат интернет-блица Выбрали стандартный контроль времени По три минуты каждому Галантный соперник дал небольшую фору Выбрал черные фигуры Бразилец Южный темперамент Сильный, яркий шахматист Я уже видела себя танцующий сайлсом На знаменитых карнавалах Рио Предвкушал романтическую встречу На другом конце планеты Латиноамериканский маэстро Был старше, около тридцати Измечал уверенность и благородство Мы немного пококетничали в чате Но с первого же движения белой пешки Азарт и крыз захватил нас Партия началась Он разыграл острую славянскую защиту На восьмом ходу выказал агрессивные намерения На одиннадцатом оскалил зубы вовсю Меняясь конями, он намеренно испортил положение своих пешек Но открыл линию напротив белого короля Так-так-так У многих по сердцу жалость Но я люблю заводить тех, кто строит из себя мачо Шахматы быстро срывают маски И чем быстрее игра, тем лучше видно истинное лицо Этот трус, тот скряга Третий внеет себя цесарем Четвертый грезит о славе художника Брэд Би вел себя как звезда Уж очень он любил себя и не скрывал этого Грозная ладья черных Выдвинулась вперед, угрожая смертельной атакой Но бешка Одинокая скромница, оставленная без присмотра Последним ходом грозмейстера заглазнила меня Давай-ка съедим на аш-7, решила я Отправляя искреннего и чересчур прямолинейного слона Подлинной диагональю на край доски Шутишь? Подмигнул он в приватном чате Решение белых казалось верхом авантюризма Мгновением позже безжалостная черная ладья Двинулась вперед Принося себя в жертву, но разрушая укрытие белого монаха Да, битва теряла правила приличия И трусливый король от безысходности убрал с экрану весистую фигуру Соперник напирал, он связал буйного коня И отрезал застрявшего в углу слона под стакан Но не случайно мир держится на женских головках Не теряя хронокровия, я изящно убрала короля из-под обстрела А затем сделала ход сколь глупый, столь же убийственно сильный Бросив тылы, смелый конь двинулся на помощь слону Освобождая время и пространство для контрактальки Просто везучая Донеслось из компьютера шипение у зеленого кросса Ему светило неминуемое отражение Брэд Брэд, разве вы не подарили ни пешечку? Последнее замечание сбило его столб Ну, как же? Ты считаешь, так можно играть? Ну, конечно, ведь лишняя пешка всегда делает любое окончание выиграть А фланговую атаку я полирую контрударом по центру Шахматная азбука Разумеется, это был удар ниже пояса Сыграем еще Я покажу тебе выигрышный Эншпи Брэд, красавчик, ну что ты злишься? Разве что-то не так? Ты вообще людей уважаешь? Сказал он и нажал кнопку play Партия началась так же, как и предыдущая Каждый пытался доказать свою правоту Я опять съела отравленную пешечку и начала играть с пулеметной скоростью Я так уверенно шла на риск, что соперник испугался Лучше бы в жизни так, подумала я Да, в тот вечер шахматы одарили мне вдохновением Эх, ну хотя бы в игре Подумала я, объявляя шах всеморущей королевой Марк черному королю был совсем рядом Проваливай, проваливай! Уязвленный гроз уже не скрывался Их эмоции исчезни! Опять облом, подумала я, закуривая Но сердце мое не кого Ты когда-то полюбишь снова Но уже не сойдешь с ума Будет снег, Новый год, зима Все, что взято порой за основу Ты когда-то полюбишь снова Но уже не сойдешь с ума Смотри, как движется, как сказка Идет, как во сне Калибрик, собаки, орхидея в деревне Черные алмазы, птичьи, метан Она умеет так немного, но в этом пока Она так урна, она так так Она считала все, что нужно, а ты Наверняка она выходит на охоту Одетая в цветные шутки Калибрик свой Калибрик Калибрик Ее квартира в самом центре Окна в сад Она выходит каждый вечер Чтобы радовать взгляд Котята на цепочках Мужья на крючках, она прекрасный стрелок За сто шагов пахнула Она так умна, она так така Она читала все, что нужно, это Наверняка она выходит на охоту Одетая в цветы и шутка И училась в мире, о-о-о-о-о Береги, что Береги Но она так умна, она так так Она читала все, что нужно, это Наверняка она выходит на охоту Одетая в цветы и шутка Она так умна, она так так Она читала все, что нужно, это Наверняка она выходит на охоту Одетая в цветы и шутка Береги, что Береги, что Береги, что Береги, что Береги, что Береги, что уехать. Мы с Русом также ехали вновь в автобусе. Тоже не в очень комфортабельных условиях. И шахматисты после этого турнира были очень сильно утомлены. Но как минимум один из них усталости не чувствовал. Когда я был очень маленький, я ходил в первый класс. И моя учительница сказала мне, а ты сходи-то, не бойся. Ты попробуй. Я и пошел. Попробуй. Я прихожу туда, а там наш тренер говорит, если вы будете хорошо играть в шахматы, то вы поедете в другие города. Я путешествую автостопом по США. Жил с головой из знакомых людей в Австралии. Ночевал в подвале в Китае. И шаг за ракон во мне. И ехал в багажнике автомобиля в Казахстане. Тонул в рите в России. Подвергался легкому нападению на футбольном матче в Буэнос-Айресе. Играл в шахматы. И от переизбытка любви к театру в Великоле переехал из Барижа в Ташкент. Играл в Китае. Играл в вычете Профессор в Ташкент. КОНЕЦ 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 Спасибо. 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 Спасибо.